Сегодня у нас очередное заседание юбилейного комитета, посвященного столетию Великого Октября. Только что в совхозе имени Ленина мы приняли великолепную школу, которая сдана сегодняшнему числу и представляет собой уникальный объект для подготовки умного, хорошо и профессионально сориентированного молодого поколения. Там же приняли детский сад. Это своего рода подарок и нашему заседанию, и предстоящему съезду партии, он у нас будет в субботу. Мы за последнее время выстроили всю программу, связанную с юбилейной датой. Провели целую серию крупных политических акций. Мы начинали с пленума Центрального комитета, который рассмотрел эту тему, народным предприятиям. Сегодня на заседании весь этот опыт будет обобщен. Мы восстановили ленинские премии. Был перерыв значительный в силу того, что в 1991 году идеи Ленина в октябре были преданы. Сегодня приняли специальное решение и впервые огласим о тех, кого мы наградили. Первая пятерка награжденных сегодня будет представлена. И уверяю вас, ленинские премии сыграют огромную роль в мобилизации наиболее талантливых людей для не только достойности 36-летия октября, но и защите, активной защите социальных завоеваний трудящихся. Вместе с международной общественностью мы согласовали свою программу. Она уже утверждена. В апреле состоялась рабочая группа. И на рабочие группы принят следующий порядок празднования этой уникальной даты. Начнем с Питера-Ленинграда, где в Таврическом дворце проведем заседание рабочей группы всех левых рабочих и народно-патриотических партий, которые рассмотрят проблемы современного кризиса и пути вывода страны и граждан планеты из этого тяжелого системного кризиса, который уже попахивает войной. Затем посетим Смольный, там, где Ленин провозглашал советскую власть, где он работал. Из Смольного переместимся на крейсер «Аврора». Это один из самых уникальных объектов в мире. Там сохранена экспозиция, посвященная Великому Октябрю и советской власти. Все международные делегации пройдут и посмотрят. Удивительный объект. А к нам приедет более сотни делегаций. И зачем в Октябрьском концертном зале, где будет около 4 тысяч наших гостей и представителей всех регионов Российской Федерации, пройдет большой концерт. Затем переместимся в Москву. Здесь будет рабочая встреча, круглый стол по проблемам. Великий Октябрь и будущее социализма. И затем пройдут целый ряд массовых мероприятий. Марш-шествие, концертная программа и индивидуальные переговоры со всеми делегациями. Сегодня на этом заседании нашего комитета мы доложим о проделанной работе, определим пути на ближайшее будущее. Я хочу поблагодарить и молодых товарищей, и наш секретариат, всех, кто участвует в оргкомитете. Они очень активно включились. И газета «Правда», и «Советская Россия», и «Красная линия». Опубликовано очень много интересных материалов. Сегодня мы их представим. Подготовка развертывается по всем направлениям. Если посмотреть май месяц и апрель, в апреле мы провели, великолепно прошел концерт, литературная композиция, посвященная дню рождения и памяти Ленина. 1 и 9 мая были массовые манифестации, которые окрашены были в цвета подготовки к столетию Великого Октября. 5 и 6 впервые в Кремлевском дворце вместе с выдающимися деятелями культуры мы провели вечера, посвященные нашей победе и Сталинградской битве. Недавно на Красной площади мы принимали в пионеры 5 тысяч детей и прошел великолепный вечер здесь, рядом в колонном зале, вожатые всех поколений. Мы возрождаем пионерское и комсомольское движения, студенческие строительные отряды. Все это служит активизацией молодежи и подготовке к прекрасному юбилею.